Вы помните, что 31 декабря 2019 года мы узнали о том, что существует вот такая проблема. Власти Китая в конце концов проинформировали о том, что есть вот такая пневмония, возбудителем которой является одноцепочечная РНК, которая содержит вирус, очень похожий с вирусом атипичной пневмонии SARS. 11 февраля уже буквально через полтора месяца ВОЗ дает официальное название этой инфекции, и уже 11 марта официально объявляют вспышку COVID-19 во всем мире. И, соответственно, мы с нашими больными точно так же входим в эту проблему, и эта проблема у нас до сих пор стоит, так как мы имеем не только сложную ситуацию с COVID-19, но и сложность лечения, диагностики у наших пациентов. Огромное количество рекомендаций. Вы знаете, что эти рекомендации обновляются. За последние полтора года обновление рекомендаций произошло в некоторых странах 14 раз, 16 раз. У нас в стране 12 раз. То есть постоянно приходят, и вы вспомните, первоначально лечили антималерийными препаратами, потом сказали, что не надо, затем ввести надо так, сейчас ИВЛ надо максимально поздно и так далее. То есть очень много подходов, потому что на самом деле мир столкнулся с ситуацией, когда мы чего-то не знаем, и не знали мы достаточно много. Но что на сегодня, какие алгоритмы определяют проведение вообще инфузионного противопухолево-лекарственного лечения? Ну, больные – это те больные, которые уже прошли лечение по ковид. Перед инфузией препарата больной должен быть бессимптомный. Отсутствие лихорадки, одышки, кашля минимум за 72 часа до инъекции. Отрицательный тест на ковид, если тест недоступен, лечение по усмотрению онколога. Но положительный тест на ковид – это отсрочка на ковид-19 минимум на 14 дней. По крайней мере, так подают данные. Если развиваются симптомы, которые… Господи. Если симптомы развиваются ковид, медицинский приоритет будет заключаться в изоляции и лечении инфекции, а не онкологического все-таки заболевания. Мы должны лечить сначала ковид, и как раз пример Марина Николаевна, он как раз говорит о том, что это достаточно серьезная ситуация, и, соответственно, этот пациент должен быть экстренно, если это тяжелая ситуация, экстренно должен быть госпитализирован. Возможно проведение противоопухоли лечения при высокой его эффективности, высоком риске смерти от ковид-19, нетяжелом течении инфекционного процесса. Но мы уже теперь знаем, что если пациент пролечен, если у него нетяжелый ковид, то по большому счету… Я, например, считаю, что, наверное, точка отсчета должна быть 14 дней и больше, потому что на самом деле некоторые пациенты абсолютно бессимптомно проходят ковид. Мы совершенно случайно у них выявляем ковид при госпитализации. Мы делаем на входе мазки всем больным, которые госпитализируются уже в течение полутора лет, даже в ущерб молекулярно-генетическим исследованиям в нашем учреждении, потому что на самом деле вот этот ПЦР-аппарат мы задействовали под диагностику ковид, но мы всем сотрудникам и всем тем, кто заходит к нам в учреждение на лечение, проводим обязательно тестирование на ковид. И мы их выявляем. Они абсолютно бессимптомны. Абсолютно. Мы, конечно, их не госпитализируем, но при этом, как обычно, человек доходит до своих отрицательных трех тестов, ну и потом еще две недели. Он говорит, что я вообще не знал, что такое ковид, у меня ничего не было, никаких признаков. Ну, ждать еще 2-3 месяца больного и не лечить при прогрессировании, тем более заболевания, я считаю, что это не очень правильно. Что с точки зрения иммунотерапии? Это я как бы сказала в общем. Ну, масса сейчас проспективных исследований. Больных очень много, онкологических больных тоже много. Вот АСКО, которое прошло, и ЭСМО. Но на ЭСМО просто. Через каждое чуть ли не выступление все было по ковиду. Вообще такое впечатление, что ЭСМО было вообще посвящено проблеме ковида и онкологических заболеваний. Ну, просто. Причем такие интересные, разночтивые такие данные есть, что у одних получилось так, а у других совсем все наоборот. Но это есть, на самом деле это говорит как раз о сложностях, о трудностях, как диагностики, так и лечения этих пациентов. Но было доказано, что влияние иммунотерапии, мы это уже знаем, не влияет иммунотерапия все-таки на смертность от ковида. На самом деле, если смотреть всю лекарственную терапию, то, конечно, больше всего это химиотерапия, ну, наверное, которая чревата все-таки и поражением костного мозга, и все-таки мы точно знаем, что есть и поражение какой-то тканей организма, в частности печени, и токсичная даже, которая, может быть, и не проявляется. Все-таки это токсические препараты, когда у больного возникают иммунодепрессанты, очень глубокие иммунодепрессанты, которые приводят к тому, что, конечно, больные, у которых проведена химиотерапия, они хуже переносят. Но это не говорит о том, что все-таки вот прямо-то связано точно с химиотерапией. Но иммунотерапия как раз в разряде тех, которые не отвечают, нет на ней ответственности увеличения смертности от ковида. По крайней мере, так говорят исследования. Что еще говорят исследования? Иммунотерапия не влияет на тяжесть заболеваний, не повышает риск от ковид-19, повышает наше отсутствие с вами, ну, так скажем, что мы не соблюдаем режимы соответствующие, мы не вакцинированы и так далее. И, в принципе, по большому счету, это тоже уже известно, это не одно уже исследование доказывает, что тяжесть ковид-19 не зависит от использования иммунотерапии. Не влияет на частоту госпитализации, необходимость ВВЛ и частоту смертей. Это такой анализ, так скажем, вообще мультидисциплинарный, анализ, который определил несколько позиций, на которые мы обращаем внимание. Так вот, иммунотерапия не отвечает ни за госпитализацию, частоту, ни за необходимость, то есть тяжелых случаев, ну и, конечно, ни за смертельные, ни за смертельные. И посмотрите с точки зрения, если больные получали иммунотерапию чекпоинт-ингибиторы или не получали. Кроме того, вот сейчас считается, что только при раке легкого. Вообще рак легкого как-то себя очень интересно ведет при ковид-19 и те больные, которые получают иммунотерапию. Вот как раз в том числе и рак легкого не влияет, но в отличие только от индекса пачки лет. То есть если больной курящий имеет немелкоклеточный рак легкого, то все-таки может быть риск смерти. Но это связано все-таки с особенностями самого пациента. Возможно, хотя говорят, что те, кто курит, меньше болеют ковидом. Рецепторы блокируются с помощью вот этого никотина, и оказывается, те больные, которые, ну не больные, а вообще люди, которые курят, это, оказывается, профилактика у них вообще ковид-19. Все наоборот, чем у нас в мире. Ковид все перевернул абсолютно, все наше мышление с вами. Но если это онкологический больной немелкоклеточным раком легкого, и он заболел, и у него есть вот такая пагубная привычка индекс пачки на лет, то тогда эти пациенты, они, если заболели ковидом, вероятность умереть у них выше. Но есть такое, но я чуть позже о нем скажу. Пациенты, которые, если смотреть рекомендации ЭСМА, пациенты, которые получают иммунотерапию, не относятся к группе риска, и на самом деле они могут получать иммунотерапию. Для отдельных заболеваний с метастатической стадией рекомендуется назначение двойной дозировки иммунотерапии с целью минимизации количества посещения больниц и снижения риска возникновения ковид-19. Поэтому вот то, что у нас пембролизумаб сейчас зарегистрирован раз в 6 недель, и он даже по КСГ выгоднее, чем раз в 3 недели, мы его очень активно используем, потому что больной приходит всего раз в полтора месяца. Это здорово. И на самом деле то, что такая дозировка появилась, возможно, это связано с тем, что как раз вот то, что ЭСМА как раз и указало, что больной реже ходит, и, соответственно, реже у него есть опасность инфицирования. При возникновении пулемонита дозначение кортикостероидов необходимо исключить ковид-19. Ну, такое очень абсолютное, так скажем, да, но если пациент уже госпитализирован, вот в нашем случае он уже обследован, а если это дневной стационар, ну, наверное, я вот считаю, что это все-таки при каких-то, ну, подозрениях на то, что есть ковид, предположим. Высокая температура, какая-то слабость, нарушение, обоняние и так далее. Но если есть вот такие данные, как показывали в первом случае, если есть данные, вот если бы у этой пациентки не было бы свечки температуры, мы бы вот увидели это, да, и ковида бы не было, мы еще не знали, еще китайцы не сказали нам о том, что есть ковид. И мы в начале, мы в марте-то определять его еще только начали. И вот такая пациентка у нас. Мы что бы подумали? Мы подумали, что это точно от иммунотерапии, назначили бы кортикостероиды. Таким образом, могли бы усугубить ситуацию. Здесь, слава богу, что у пациентки появились эти изменения, уже был ковид, мы посеяли, сделали ПЦР и получили ковид. А если было бы совсем все наоборот, назначили бы кортикостероиды. То есть европейское сообщество, американское и российское в том числе предупреждают, что кортикостероиды нужно назначать, исключая ковид тем больным, которые получают иммунотерапию. Помимо увеличения между циклами, то, что мы говорим, например, на примере пембролизумаба, возобновление иммунотерапии после развития нежелательных явлений должно быть отсрочено на максимально допустимое время. Ну, на то, которое нужно, чтобы эти осложнения, соответственно, ну, плюс каким-то еще. То есть если мы можем после ковида начать иммунотерапию, если это было легкое течение, все отрицательно. Ну, может быть, даже и не надо ждать 2-3 месяца. Но если было все-таки нежелательное явление, и, соответственно, вот пациент заболел ковидом, то после ковида, конечно, нужно, как вот у этой пациентки у нас как раз получилось. Но она прибежала к нам не через полтора месяца, она прибежала к нам достаточно быстро, и мы как раз, как у нас Роберт Иванович говорил, да, царство ему небесное, мы, нет, как это сказать, ну, не начинали ей иммунотерапию, но она все время с нас требовала, и муж ее говорил, начинайте быстро, и все это не имеет никакого отношения. Значит, каков, в общем-то, иммунотерапия, инфекционный процесс, возможно ли влияние на течение. Ну, развитие отмечено в исследованиях, что развитие нейтропении, клинически значимой нейтропении, как и следствие иммуносепрессии, крайне редко развивается у этих пациентов, ну, и может контролироваться как он стимулирующим фактором, так и кортикостероидами. Длительное лечение нежелательных явлений высокими дозами глюкортикостероиды увеличивает риск развития инфекционных осложнений вообще. Ну, возможно, и ковидом в том числе, да, но мы не знаем пока такой связи, что те больные, которые получали кортикостероиды длительно, они могут заболеть. По крайней мере, есть одно исследование, которое смотрело влияние глюкортикостероидов на возникновение ковида у больных при нежелательных явлениях, и не только нежелательные явлениями монотерапии, а вообще больные онкологические получали кортикостероиды. И оказалось, что в группе контроля и в группе тех, которые получали, не увеличены были случаи ковида, не влияло. Но исследование такое нашло одно – влияние коморбидности при активации хронических заболеваний на фоне иммунотерапии – это хронические вирусные гепатиты, туберкулез, и, наверное, все-таки ковид тоже туда входит, если мы смотрим вообще. Ну и вот сейчас вакцинация. Понятно, что на сегодняшний день это достаточно серьезный вопрос, и пациенты все задают, и вчера, наверное, вы целый день об этом говорили, я даже не хочу на этом останавливаться. Но, в принципе, вакцинация мы на сегодняшний день вакцинируем пациентов, мы их очень активно за ними наблюдаем, мы их сейчас считаем, кто на стабилизации процесса, кто на прогрессировании, кто. Но рекомендуем на сегодняшний день пока всем больным делать прививку, и сейчас мы их смотрим, как они проявляются так или не так. Ну вот на самом деле, вот на ЭСМО было тоже интересное очень исследование, процент адекватного ответа на прививку через 28 дней после прививки ковида, ковидной вакцинации. И больные, которые получали иммунотерапию, вы видели, ответ у них 93,1% по сравнению с контролем. То есть те больные на самом деле, ну, чуть ниже, чем химиотерапия, химио-иммунотерапия выше, чем просто химиотерапия. То есть те больные, которые получают иммунотерапию и получают вакцинацию, они должны ответить антителами на введение этой прививки. И, в принципе, по большому счету, эти больные, наверное, должны быть защищены, и не было бы таких случаев, как у Марины Николаевны, может быть, не было бы случаев вообще, о которых мы сегодня с вами говорили. Возможно, эти пациентки бы не заболели. Единственное, что опять этот рак легкого, который не дает нам жить, тоже исследование было сначала опубликовано в журнале, а теперь на ЭСМО, то, что ответ появления антител после прививки, после вакцинации COVID-19 низкий очень уровень у больных, которые имеют рак легкого. Вот у них почему-то ответ антител, выработка антител на вакцинацию чуть ниже, чем у остальных других. Ну, на самом деле, мы сейчас у нас тема иммунотерапии, поэтому, в общем-то, все пациенты, которые получают иммунотерапию и вакцинируются, вы видите, почти 98% они отвечают антителами. Ну, и вот это наша уже статья такая достаточно большая. Мы писали о вообще ограничении возможности лекарственного лечения в условиях пандемии COVID-19. И, в общем-то, все, что я сейчас сказала, мы описали именно в этой статье, ее опубликовали. Ну, и выводы по нашим случаям, острый период COVID-19, так и его последствия могут сопровождаться симптомами схожими со злокачественными опухолями, вследствие иммунных нарушений и в том, и в другом случае. Однако дифференциальный диагноз не всегда можно провести, к сожалению. Лекарственная терапия при COVID-19 имеет схожую токсичность противопухоли. Лекарственная терапия может ограничивать применение иммунотерапии, особенно при двойной блокаде. Это наша первая пациентка, которая, в общем, мы понимаем, что любая терапия, которую делают при COVID-19, есть пациенты, которые требуют, как и с нас требуют, они и там требовали для того, чтобы делали максимально все, и максимально все увидели, тот список, который показывала Анатолия Владимировна, что она получала. И, конечно, острой инфекцией является приоритетным в лечении, однако использование иммунотерапии не влияет на риск неблагоприятных исходов инфекции, по крайней мере, по данным анализов и реальной клинической практики. Спасибо за внимание. Я всех приглашаю. У нас 30 сентября и 1 октября будет наша очередная третья конференция «Три кита противопухолевой терапии». У нас также будет заседание, 78-е заседание Санкт-Петербургской школы трудных случаев в онкологии, и мы вас все ждем на наше заседание. Это будут дискуссии по проблемам лекарственного лечения онкологических больных. Ну, я тем самым хочу завершить сегодняшнее заседание школы. Я благодарю всех, кто пришел, кто присоединился, всех, кто наблюдает и еще рассказывает нам, всем тем, кто эти случаи обсуждал и высказывал свое мнение. На самом деле, только, наверное, при обсуждении вот таком можно прийти к точке, которая, в общем-то, называется жизнь и в которой живут наши больные. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.